Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами поговорим об эксплуатационных и технических характеристиках SCADA систем. Другими словами, на что надо обращать внимание при выборе SCADA систем. Итак, как нам ранее было известно, структура SCADA системы состоит, в принципе, следующим образом. Это некоторый технологический объект, которым нужно управлять. Имеется устройство, которое мы называем ATU, то есть Remote Terminal Unit, который может быть также и контроллером. Он выполняет измерение всех технологических параметров объекта. Ну и на основании некоторых управляющих воздействий воздействует на технологический объект с целью привести технологические параметры в то состояние, которое устраивало бы конечного пользователя, то есть оператора. Далее RTU-устройство связывается с так называемым мастер-устройством через коммуникационные каналы. Далее вся эта информация в виде мнемосхемы отображается на клиенте, который реализует технологию HMI. То есть здесь мы напомним, что RTU-устройство – это Remote Terminal Unit, CS – это Communication System, MTU – это Master Terminal Unit, и HMI – это Human Machine Interface, то есть структура ровно такая, которую мы рассматривали ранее, в предыдущих лекциях. Теперь при реализации подобных структур с помощью SCADA систем нужно обращать внимание на следующие технические характеристики. Первое – это программно-аппаратная платформа для SCADA систем. Необходим анализ, то есть платформ, на которых будет реализована та или иная система. В этом случае при выборе системы рассматривают, на какой операционной системе, на какой платформе компьютерной будет реализована та SCADA, которую мы собираемся реализовывать для конкретного объекта. Подавляющее большинство SCADA систем реализованы на Microsoft Windows платформе, это с точки зрения операционной системы. Хотя бывают такие специфичные SCADA системы, как RealFlex и SiteX, основы программной платформы, которых принципиально составляет операционная система реального времени QNX, о которой мы говорили в предыдущей лекции. Итак, поддерживаемые операционные системы – это MS-DOS, Windows, OS-2, Unix, VMS и так далее. То есть Windows NT. Здесь мы видим логотипы этих операционных систем, на которых реализуется большинство существующих SCADA пакетов. Ну и несмотря на многообразие операционных систем, именно Microsoft Windows системы предлагают наиболее полные, легко наращиваемые HMI средства. Учитывая позиции Microsoft на рынке операционных систем, следует отметить, что даже разработчики многоплатформенных SCADA систем, такие как UnitedSense DataCo, разработчики SCADA пакетов FactoryLink, приоритетным считают дальнейшее развитие своих SCADA именно на платформе Windows NT. Некоторые фирмы, до сих пор поддерживающие SCADA системы на базе операционных систем реального времени, начали менять ориентацию и выбирать систему на платформе Windows NT. Все более очевидным становится применение операционных систем реального времени во встраиваемых системах, где они действительно себя хорошо зарекомендовали. Таким образом, основным полем, где сегодня разворачиваются главные события глобального рынка, SCADA систем стала Microsoft Windows. То есть операционная система Microsoft Windows. Ну и если говорить об аппаратных платформах, то поддерживаются такие платформы компьютерные, как IBM, VAX и многие другие. Далее. Имеющиеся средства сетевой поддержки для SCADA систем. Разработка систем автоматизации требует высокой степени интеграции различных программно-аппаратных средств. Поэтому для эффективного функционирования систем в разнородной среде производителей аппаратных средств, к ним относятся ПЛК, различные преобразователи, исполнительные механизмы, интеллектуальные датчики и так далее, они должны обеспечивать высокий уровень сетевого сервиса. То есть они должны быть доступны для SCADA пакетов. Необходимо, чтобы SCADA систем поддерживала работу в стандартных сетевых средах с использованием стандартных протоколов, которые вы видите на своих экранах. SCADA системы должны обеспечивать поддержку наиболее популярных сетевых стандартов из класса промышленных интерфейсов, таких как Profibus, Canbus, Madbus и так далее. Вот логотипы этих промышленных интерфейсов. То есть это немаловажно. Сетевая поддержка для SCADA систем. Также немаловажным объектом, о котором следует поговорить, являются базы данных. Одной из основных задач систем SCADA является обработка информации, а именно сбор, оперативный анализ, хранение, сжатие, пересылка и так далее. Поэтому в рамках создаваемой системы должна функционировать база данных в обязательном порядке. Практически все SCADA системы, в частности Genesys и TouchCycket, используют NC SQL Syntesis, который является независимым от типа базы данных. Таким образом, приложения виртуально изолированы, что позволяет менять базу данных без серьезного изменения самой прикладной задачи, создавать необходимые программы для анализа информации, использовать уже наработанное программное обеспечение, ориентированное на обработку данных. Также немаловажна поддержка драйвера ввода выхода. Современные SCADA системы должны иметь возможность работать и взаимодействовать с различной аппаратурой нижнего уровня, как мы говорили уже, да? Поэтому системы должны иметь высокий уровень технической интеграции. В случае отсутствия таких возможностей интеграции, должна быть возможность заказывать необходимые драйверы у разработчиков-производителей SCADA систем. Ну, как мы говорили ранее, немаловажна не только сетевая поддержка, но и возможность подключать в SCADA, встраивать, интегрировать различные устройства нижнего и среднего уровня. Требования к открытости системы. Требования открытости SCADA системы резюмируют предыдущие характеристики. Поэтому, когда говорят про открытость систем, подразумевают следующие основные аспекты. Это возможность сопряжения данной SCADA с различными продуктами других ферм-производителей. Это как программное обеспечение технологических контроллеров, систем управления базами данных и другие SCADA системы. Наличие мощного универсального скриптового языка. Это возможности встраивания в SCADA готовых компонентов. Ну и, как мы видим, скрипты могут быть представлены следующим образом. Ну и возможные встраиваемые компоненты, как мы видим на данной картинке. Если говорить об эксплуатационных характеристиках, то необходимо рассматривать следующие показатели с точки зрения конечного пользователя. Это удобство интерфейса среды разработки, полнота инструментария среды разработки, качество документации на среду разработки, полная поддержка разработчиков самой системы. Имеется в виду здесь количество инсталляций, дилерская сеть, возможность обучения, условия обновления, техническая поддержка и тому подобное. Немаловажна также стоимость самой среды разработки системы. В нее входит стоимость программно-аппаратной платформы, стоимость самой системы, стоимость освоения системы, то есть обучения, сертификация, стоимость сопровождения системы после того, как она была уже поставлена на конкретный технологический объект. Ну, на рынке существует большое многообразие, да, скадость пакетов. Вот основные логотипы некоторых из них. Поэтому при выборе и реализации конкретных систем сбора и обработки данных для автоматизированных систем следует руководствоваться вот такими вот техническими и эксплуатационными характеристиками скады систем. Спасибо за внимание.